МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Поддержка промышленности в условиях кризиса. Михаил Игнатьев посетил предприятие Чебоксар. Ремонт – дело житейское. В столице Чувашии работает программа по капитальному ремонту балконов и фасадов. Никто не забыт, ничто не забыто. Девиз акции «Бессмертный полк». Портреты бессмертного полка оказались забыты. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии побывал на заводе строительных материалов и в открытом акционерном обществе «Текстильмаш». Михаил Игнатьев интересовал развитие производства и социальная политика предприятий. Вот уже более 80 лет предприятие производит самый необходимый строительный материал – кирпич. Вся продукция изготовлена с использованием современного оборудования из местного сырья. Чебоксарский завод строительных материалов выпускает около 55 миллионов керамических кирпичей в год и реализует его не только в Чувашии, но и в соседних регионах. Но экономический кризис внес свои коррективы в работу предприятия. Рынок сбыта керамического кирпича резко упал. У нас сравнительно с прошлым годом, этого же периода, где-то процентов на 30-35, реализация стала ниже. Проводим рекламные акции, делаем на большие объемы скидки, работаем по бартеру. При поддержке республиканских властей предприятие несколько лет назад получило субсидии, чтобы частично модернизировать оборудование для производства стройматериалов. Как результат, уменьшение расходов и улучшение качества. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев ответил на вопросы работников завода. Одно из ведущих машиностроительных предприятий республики «Текстильмаш» производит ткацкие станки для выработки тканей из пряжи всех видов. Проблем, как и у многих заводов, хватает. Однако это не мешает разрабатывать новые машины. Мы сейчас очень много работаем по пневматическому станку. Это, конечно, там скорости гораздо выше. Если наш, допустим, с микрочелноком работает, это 300-350 оборотов, то там где-то 600 оборотов. Это то, что востребованы сегодня крупнейшие комбинаты России, которые работают на бытовые ткани. «Текстильмаш» входит в группу компаний «Техмаш Хоудинг». Сейчас предприятие изготавливает ткацкие станки для турецких компаний. Еще один крупный заказ – чугунные тюбинги для новых станций московского метрополитена. Специально для этого создано 50 новых рабочих мест. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что правительство будет и впредь оказывать поддержку промышленным предприятиям в сложившейся экономической ситуации. На сегодняшний день через фонд поддержки промышленности выделяются субсидии на оформление кредитных ресурсов. Кредитные ресурсы для данной коммерческой организации будут удешевляться. Это решение только принято. Сам механизм будет еще вырабатываться. То есть это мы ощутим практически через месяц, может быть, через два месяца. Работники завода смогли задать волнующие их вопросы. Ни один из них не остался без внимания. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Под контролем Народного фронта. Сегодня члены регионального отделения ОНФ провели повторное исследование домов, заселение в которые состоялось в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Ибресях и Моринском посаде. В черный список жилые здания были занесены этим летом после неоднократных жалоб хозяев квартир. Как отреагировали подрядчики на претензии народных активистов? Увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Этот дом до сих пор не стоит на балансе местных коммунальщиков. И пока высаживать во дворе цветочные клумбы и очищать его от мусора приходится жильцам. В администрации поселка Ибресе обещают, что хозяина новостройки появится в самое ближайшее время. После недавнего рейда активистов Народного фронта удалось решить и другие проблемы. В районе ливня стока, где собиралась вода, отмостка по периметру дома была разорвана и вся вода попадала в подвал. Поэтому мы сделали замечание, администрация эти замечания устранила на лицо. Зашли в помещение подвала, посмотрели подвал. Значит, сырость, конечно, есть, но уже скопление воды не наблюдается. До июльского рейда активистов ОНФ в доме часто выбивало пробки. В новостройке было налажено только временное электроснабжение. Теперь все подключено к подстанции и проблема исчезла. На Родном фронте подрядчикам указали и на другие недочеты. Изначально, когда мы вообще только заехали в дом, сокон дул очень сильно. Потом приехали, все поправили, все сделали. Сейчас в данный момент все хорошо. В ходе контроля, вот мы сегодня прибыли сюда за исполнением этих решений, мы определили, что в принципе все, вот по поселку Ибресе, замечания устроены, что и подтверждается жителями этих домов. Солидный список претензий активисты Народного фронта предъявили и к застройщикам этого дома в Мариинском посаде. В прошлом году это здание признали аварийным, сносить его не стали и провели здесь капитальный ремонт. Но в ходе недавней проверки члены ОНФ увидели, в каких условиях продолжают жить люди. Скрипучие двери, перекошенные потолочные плиты, незатертые цементом лестницы и нехватка батарей в подъездах. Строители не отремонтировали дом и спустя полтора месяца. Батареи не устраивают. Большие комнаты, по четыре отсека всего батарей. Холодно зимой. Даже включаешь на 70 градусов, холодно. Изучив документы и квитанции, активисты Народного фронта выяснили и другие подробности. Все это время коммунальщики включали в счета оплату за пользование подъездом. У вас площадь разнится. Ладно, мы задаем вопрос. А если бы жили за... Почему? Вы сами себе противоречите. Эти вопросы уже и жил, инспекция проверяла, и все нормально. Вы нарушаете договор. Это документ, по которому вы работаете. Правовой документ. Это вот. Вообще, отмечают, в региональном отделении Народного фронта реконструкция этого дома была проведена некачественно. В администрации муниципалитета винят во всем проектировщиков. Что касается радиаторов, которые в комнатах, в квартирах находятся, но они выполнены по проекту, значит, проектной организации. Если какие-то замечания, значит, все замечания можно адресовать, конечно, проектной организации. Такое качество недопустимо. Очень много недоделок. Как они будут сейчас исправляться, наверное, мы отдельно будем собираться. Поэтому я, в принципе, недовольна тем, что мы сегодня увидели. Где бы жители ни жили, в каком бы месте нашей республики, они все должны иметь комфортные места проживания. И радоваться, когда их жилищные условия улучшаются. Подрядчикам дали последний шанс. В ближайшее время они должны исправить все недочеты. В противном случае активисты Народного фронта планируют обратиться с жалобой. Прокуратура. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Помимо программы капитального ремонта, в Чебоксарах 5 лет работает программа по ремонту балконов и фасадов многоквартирных домов. В этом году на ремонт выделено более 10 миллионов рублей. Как проходит работа, узнавала наша съемочная группа. Дом номер 15 по улице Бондарева – культурное наследие, памятник архитектуры. Построенный в 1936 году, ни разу не видел капитального ремонта. Заметно разрушился фасад здания. А также устарели все инженерные коммуникации. С 2012 года здесь начали ремонтные работы и полностью обновили крышу. В этом году приступили к реставрации фасада здания. Кроме того, по программе капитального ремонта выделены средства на замену электропроводки. На данный момент ремонтные работы по балконам завершаются. Идет приемка. Часть домов уже выполнена. Вот здесь тоже в этом доме фасадная часть работ выполнена. Сейчас идет дворовая территория. К концу сентября все работы должны быть завершены. Зоя Григорьева, как староста дома, приложила большие усилия для ускорения ремонта. Целый год обращалась в множество инстанций города с просьбой начать ремонт фасада. Жильцы должны были внести 25% стоимости ремонта. С помощью женщины деньги удалось собрать быстрее. Мы жильцы. Правда, первое время не хотели подписывать ничего. Очень много платить. 25% шумели. Вот мы платим фонд капремонта. Почему мы еще тут должны? Текущий ремонт. Но как-то я многих переубедила. Некоторых не могла переубедить, кто не подписал. В общем, работа идет. Жильцы довольны, согласны со всеми этим, что у нас красота такая появилась. На 90% дом уже преобразился. Ежедневно трудится 25 человек. В дальнейшем жильцы хотят благоустроить дворовую территорию. В рамках муниципальной программы в центре города еще в семи домах продолжаются работы по ремонту балконов. Анастасия Лангин, Олег Якимов, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телефонная линия будет функционировать на постоянной основе. По какому номеру можно будет позвонить в случае нарушения избирательных прав в нашем репортаже. В 2007 году по инициативе Российского фонда «Свободные выборы» запустили программу обратной связи с избирателями. В первую очередь на горячую линию поступают звонки от граждан, чьи возможности в силу различных причин ограничены. Программа обеспечивает взаимодействие всех граждан страны и органов власти. Цель этого проекта, который будет осуществляться на площадке Общественной палаты Чувашской Республики, это привлечение общественного внимания к соблюдению в Чувашской Республике избирательных прав и обеспечение прозрачности выборов. Это дана возможность по горячей линии избирателям, гражданам, населению Чувашской Республики обратиться с теми вопросами, которые будут возникать в ходе избирательного процесса. В открытии горячей линии принял участие исполнительный директор Российского фонда «Свободные выборы» Игорь Богданов с помощью скайпа. Он подчеркнул, основные задачи горячей линии – оказать содействие в проведении прозрачных выборов и способствовать решению различных проблем в социальной сфере. Задать вопросы, высказать замечания и предложения можно не только по телефону, но и по почте и СМС-сообщениям. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Лето закончилось, впереди осенние дожди и зимние холода. Настоящий стресс для организма. Узнать подробнее о своем здоровье, собственном иммунитете можно будет 5 и 6 сентября в рамках акции «Волна здоровья» в Чебоксарах и Новочебоксарске. Впервые «Волна здоровья» накрыла страну в 2006 году. За 10 лет в акции приняли участие более 40 субъектов России. 7 тысяч детей с тяжелыми патологиями получили консультации, а полторы тысячи ребят – лечения в федеральных центрах здоровья. Этой осенью теплоход, на котором прибудут специалисты, причалит в столице Чувашии пятый раз. В честь юбилейной даты пообщаться с врачами федерального уровня смогут не только дети, но и женщины с патологиями репродуктивных органов. Для всех неравнодушных к своему здоровью в городе «Спутники» 5 сентября на площади перед ДК «Химик» будут работать мобильные медицинские комплексы. А жители столицы республики 6 сентября смогут принять участие в веселой зарядке, флэш-мобе и прогуляться с главными специалистами республиканских медицинских центров по речному порту, а также посетить территорию здоровья в Лакрейском лесу. Несколько целей этой акции. Прежде всего, это пропагандистская акция, то есть эта акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и всех мероприятий, которые с этим связаны. Вторая составляющая этой акции – образовательная, когда у нас медицинские работники получают возможность пообщаться с сотрудниками ведущих научных федеральных центров для того, чтобы повысить свою квалификацию. И третья составляющая – это конкретно оказание медицинской помощи. Медицинские специалисты Чуваши для участия в акции уже отобрали около 170 детей. Они пройдут обследование прямо на борту теплохода. Кроме того, в речном порту будет функционировать мобильный кабинет главного педиатра республики, где каждый желающий сможет получить консультацию. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика. Сегодня в Канаше прошел фестиваль творчества пожилых. Он проводится в седьмой раз. Его девиз – «Чувашия, мой отчий дом». Временно исполняющий обязанности главы Чувашии вручил удостоверение ветеранам труда и поздравил семейные пары, прожившие вместе более 50 лет. Подробнее об этом в нашем завтрашнем выпуске. Сегодня день окончания Второй мировой войны. Именно 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссурия» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии напали на Польшу. Для Советского Союза война началась 22 июня 1941 года. После победы над фашистами наша страна объявила войну Японии. Случилось это 8 августа 1945, а уже к 23 августа советские войска разбили в Маньчжурии Квантунскую армию. Владимир Отнашкин из села Батарева в 1944 году закончил школу. Поступил в Казанский авиационный институт. Ветеран вспоминает, как вернулся домой на каникулы и не увидел ни одного своего сверстника. Все ушли на фронт. После чего он бросил институт и тоже ушел добровольцем. На пятый день после отправки на фронт бойцы находились в наблюдательном пункте. В 500 метрах от них затаились японцы. Они открыли огонь. В этот момент Владимир понял, что пора применить свои способности в настоящем бою. Командир дивизиона сказал, что я вам приказываю выполнять мое приказание. Вы устав знаете, а потом по моему приказу вы доложите командиру батареи. Ответственный, конечно, считалось для нас. Я все же сам подготовил, но еще на два прицела прибавил. Это каждый один прицел расстояние 50 метров. Соответственно, цель. Два прицела на 100 метров дальше взял я это. Вторая мировая война – крупнейшая в истории человечества и самая жестокая. Именно в этот период было впервые применено ядерное оружие. Противостояние продолжалось ровно 6 лет. В нем участвовали 62 государства из 73 имеющихся на тот момент. Боевые действия велись на трех континентах и в водах четырех океанов. Тогда впервые прозвучало по радио. Бессмертный полк – пожалуй, самая трогательная акция в стране. В День Великой Победы родственники участников Великой Отечественной войны несут портреты тысячи настоящих героев, как напоминание о бессмертном подвиге советского народа. С каждым годом полк растет. Растет и количество желающих распечатать фотографии своих предков и пройти с ними в специальной парадной колонне. Но не все забирают портреты из типографии. Что происходит порой с нашей памятью, разбирались наши корреспонденты. Гаврилов Иван Гаврилович, Розаев Сергей Михайлович, Степанова Анна Тимофеевна. Все эти настоящие герои могли стать участниками бессмертного полка, но так и не стали. Более того, и плакаты, и даже оригиналы снимков просто остались лежать в типографии. Что же произошло? Почему самые ценные реликвии, или можно даже сказать, сама память, остались невостребованы? Почти в каждой семье хранятся старые, мутноватые фото людей, ушедших на фронт, вернувшихся или нет. Мы, вероятно, последнее поколение, которое о Великой войне узнавало из первых уст. Поэтому сегодня мы можем сделать для каждого из них очень важное и единственно верное. Сохранить память об их подвиге в поколениях. Бессмертный полк – это память поколений. Личная история каждой семьи. Глядя на марш бессмертного полка, кажется, что давно ушедшие герои тех роковых сороковых плечом к плечу идут вместе с детьми, внуками и правнуками, празднуя ту самую победу, одну за всех, за которую заплатили жизнью. И как так вышло, что портреты именно этих людей оказались забыты наследниками их памяти? Распечатали где-то порядка четырех тысяч вот этих портретов. И, к сожалению, вот каждый день мы проходим вдоль вот этой пачки портретов, которые не забрали. И вот здесь вот вы сами видите, что это не меньше сотни. И нам непонятно, то есть мы не то, что там как-то осуждаем этих людей, хотя, конечно, наверное, осуждаем, да. Это непонятно, они стояли в очереди, вот у нас каждый день были очереди, там, по 120 человек, да. Люди тратили свое время, сюда приезжали. И потом не взяли. Были те, которые приходили после 9 мая, после того, как прошла уже эта акция, они извинялись, говорили, кто-то заболел, кто-то там куда-то уехал, кто-то пришел в субботу, мы не работали. Ну, понятно, ну, вот такое огромное количество, и самое главное, что не только портреты не забраны, а есть фотографии, которые не забрали. Фотографии военных лет, да, память, какой-то архив семьи, и оказывается, что это никого не нужно. Почему же все-таки остались брошенные оригиналы фотографий и распечатанные портреты, неизвестно. Но все они по-прежнему ждут своих владельцев в типографии листок. Желающие забрать бесценные фотографии могут прийти по адресу город Чебоксары, улица Ленинградская, 28. И на следующий год ряды бессмертного полка, возможно, пополнятся портретами именно этих героев. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. С сентября в Чебоксарах начинаются экологические субботники. Будут приведены в порядок территории организации предприятий, ликвидированы несанкционированные свалки. Необходимо убрать накопившийся за сезон мусор, опавшие листья, навести порядок в парках и скверах. Кроме того, планируется высадить полторы тысячи деревьев и три с половиной тысячи кустарников. Сразу после нашего выпуска смотрите интервью по существу. Наш корреспондент беседует с главным редактором газеты «Советская Чувашия» Владимиром Васильевым о предстоящем в субботу фестивале спорта прессы. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова